Андрей является разработчиком еще одного такого узкопрофильного интересного образовательного курса с креативным названием Fiction и Non-Fiction. Поэтому, Андрей, тебе слово. Большое спасибо. Добрый день всем, коллеги. Вечер или доброе утро, кто откуда. Спасибо большое за возможность поучаствовать. Да, несмотря на то, что я выступаю в секции узконаправленных навыков, я хочу рассказать вам про навык, который для меня является базовым. И мне очень хочется, чтобы он таким стал и для вас тоже. Так, я сейчас попытаюсь включить вот так вот презентацию. Да, это навык рассказывать истории. И хочу коротко рассказать сегодня о трех примерах, как НКО может это делать нескучно и с пользой для себя. А вот в первую очередь хочу рассказать, зачем истории, и мы делимся ими уже тысячи лет и так далее и тому подобное. Во-первых, потому что истории вызывают живые эмоции у наших партнеров, у наших клиентов, у наших участников наших образовательных программ. И как пример, вот хочу рассказать немножко о такой книге. Есть книга по сценарному мастерству, называется «Спасите котика». Очень классного сценариста, заслуженного голливудского. И он говорит там о том, что если мы хотим понравиться читателю, зрителю, нашим партнерам, то мы должны вызвать отклик эмоциональный. И как пример он приводит то, что герой спасает котика с дерева. Так вот, если мы умеем сказать хорошо историю о своей работе, о своих результатах, то мы как будто бы снимаем котика, и наши партнеры, наши участники уже формируют о нас эмпатичное мнение. Вторая причина – это при помощи историй, она не такая, как первая, более материальная. Можно заработать больше денег. И это опять же к вопросу о том, похоже НКО на коммерческие организации или нет. Вот здесь есть пример, согласно которому даже в коммерческих организациях, например, 10 лет назад проводилось исследование маркетинговое. Очень мало было резюме, в которых было указано как преимущество навыка сторитейлинга. Через три года таких резюме, это англоязычные исследования, стало уже 250 тысяч среди маркетологов. То есть 7%. Уже указывали это как навык, который помогает им какие-то продукты делать уникальные. Сейчас я уверен, что таких цифр еще больше. И третья причина – это хорошая история повышает мотивацию вашей собственной организации. То, о чем говорили коллеги раньше, то есть мы, например, создаем крутую программу, ну, допустим, она длится, она очень трудоемкая для нас самих. Мы работаем, 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 в конце теряем мотивацию, забываем, зачем вообще мы это делаем, просто ждем, пока все это закончится уже. И, возможно, только, как было сказано, в конце на каком-то итоговом мероприятии мы видим живых людей, видим результаты и понимаем, что, ага, оказывается, это все было очень круто, это все было не зря. Так вот, если мы будем рассказывать, допустим, о нашей работе в процессе, то и мы сами, и наши сотрудники будут работать с большей мотивацией. Вот, еще коротко хотелось бы сказать, почему рассказывать истории – это действительно навык, так как мы сегодня говорим о важных навыках, а не талант, как многие очень думают. То есть иногда мы думаем, вот у этого человека есть талант круто писать, у этого человека есть талант классно рассказывать истории. Я считаю, что на самом деле это не талант, а навык, который можно и нужно развивать, потому и вот по этим трем причинам, во-первых, историческая насмотренность. То есть чем больше вы будете рассказывать хороших, крутых историй, тем проще вам будет их замечать, и вы поймете, что это действительно можно натренировать. Также это касается и стилистики, и грамматики, и языка. То есть чем больше мы пишем, чем больше мы берем интервью у героев, тем более профессионально мы будем это делать, и тем более интересно это будет читать. И третий признак – это вы будете со временем тратить все меньше своих усилий на то, чтобы сделать хорошую историю. То есть возможно, если вы не привыкли это делать, сначала вы потратите очень много времени, чтобы найти интересных героев, опросить их, все это переработать. Это на самом деле покажется непростым трудом, но со временем у вас это будет получаться все лучше и лучше. И вот как раз хотел перейти к примерам, как Инко может подать историю интересную. Первый пример – это наш собственный пример программы «Сельский предприниматель». Мы тоже долго думали, как именно рассказать историю этих людей, потому что они действительно очень интересные, но мы не хотели просто просить их рассказать о том, как они пришли к нам в программу, как они здорово в ней получились, и какие крутые результаты у них в итоге образовались. Мы решили это сделать немножко с элементами геймификации. И из наших героев взяли действительно персонажей игры. То есть вы можете выбрать персонаж, который вам ближе всего, и вместе с ним пройти полностью путь того, как он решил развиваться как сельский предприниматель, почему он решил прийти к нам в образовательную программу, и как он проходил обучение, какие достиг результаты. И, соответственно, получился такой результат. Геймификация. Пользователям интереснее, они как бы чувствуют свою сопричастность. Им интереснее выбирать персонажа, отвечать на вопросы, поэтапно изучать его историю, чем просто читать с ним обычное интервью или его обычные комментарии. Позиционирование. Это что касается партнеров. То есть мы показываем, что умеем рассказать не просто историю, а интересную историю. Это, опять же, играет на руку нам в плане информационной открытости и в плане будущей работы, и с грантами, и с коммерческими партнерами. И немаловажный фактор – это то, что когда мы будем опрашивать самих героев истории, они легче пойдут на контакт и легче согласятся поговорить с нами, рассказать нам какие-то мелочи, какие-то особенности их пути, которые они бы не рассказали, если бы мы сказали, что мы просто делаем сайт и хотим узнать ваше мнение о нашей программе. А когда мы говорим им, что это будет онлайн-игра, что пользователи будут следить поэтапно за вашим прогрессом, то отклик от самих героев повышается, и вам легче делать историю. Второй пример. У нас совсем недавно было мероприятие в Князерском национальном парке. Как я понял, коллеги сегодня расскажут об этом подробнее, но я хотел бы со своей стороны рассказать коротко о таком проекте, как восстановление клуба в селе Усть-Поча. И что получилось? Это маленькое село, которое решило восстановить вот такой вот клуб советского времени. И у них это довольно неплохо получалось, но на каком-то определенном этапе они попросили оригинальное телевидение снять ролик, снять ТВ-ролик о том, как это происходит. И что получилось? То есть это пример того, что историю можно не просто делать текстом, ее можно делать, например, в видеоформате. И получилось, как зрители увидели, что... То есть в тексте это звучит так, что мы хотим восстановить клуб таким, каким он был там 50-60 лет назад. Не совсем понятно, зачем это нужно, каким именно он был, кто мы. А когда мы смотрим это все в видеоформате, то выясняется, что вот местный житель пришел помогать, потому что там у него воспоминания об этом клубе есть. Волонтеры приехали помогать по своим каким-то целям. И получается так, что эта история обретает конкретно интересные лица. И зритель уже чувствует, опять же, сопричастность, соотносит себя с конкретными героями. Не с клубом, не с каким-то там... Не с какой-то целью мифической, а с конкретными лицами, с конкретными людьми, которые помогают это все сделать. И какой получился у них результат? У них очень успешная кампания по краудфандингу прошла. Помогли проекту частные фонды благотворительные. И у них все получилось, они завершили ремонт. И теперь у них еще достаточно большие планы, как работать дальше. Все это в том числе благодаря тому, что они показали эту историю через вот такой вот интересный формат. Третий пример тоже с этого же парка. То есть мы поговорили, что историю можно интересно завернуть в текст. Ее можно интересно подать в видеоформате. И еще ее можно интересно подать вот в формате изображений или фотоформате. В том же национальном парке есть вот такие две выставки. Первая выставка – это история в лицах, когда только начинался парк в начале 90-х годов. Вот можете слева увидеть здесь. То есть какими были местные жители. Опять же, интересно то, что именно лица запоминаются людям. Сейчас там ничего дальше расскажу, почему. А справа – это история про сказителей. То есть это люди, которые на память пели очень длинные и большие истории. То есть басни, сказки из поколения в поколение. То есть это были целые поколения сказителей. На самом деле такие люди были во многих странах. Их, например, изучали ученые с Гарварда, Оксфорда. И потом все это очень широкую известность приобрело. У нас почему-то об этом знают очень мало. И почему интересно сделано? Здесь есть классное фото, информация и есть цитата. То есть очень классно тоже поработали с историей. Есть фото, есть описание, есть цитата. Ты сразу поникаешься этим человеком, как будто возвращаешься назад, проживаешь его жизнь. И в результате получается вот какая история. Я общался с участниками нашего мероприятия. И 80% из них, когда я спрашивал о том, что им запомнилось, в первую очередь называли, что в том числе им запомнилась вот эта фотовыставка. Потому что там были очень живые лица. И человек именно этим проникается. И они захотели воспроизвести вот такие вот форматы на своих территориях. Ну, опять же, это формирование образа территории через лиц, через истории конкретных людей. То есть можно говорить, что там в этом парке не было ничего. Теперь посмотрите, как это хорошо развивается. А можно показать лица. И я думаю, что люди запомнят именно истории человеческие. Вот. Это коротко. О всего лишь трех форматах, как мы можем рассказать истории. И самое главное, где мы можем этому научиться. Научиться этому вы сможете у нас на как раз-таки новом курсе. Я не хотел все время занимать рассказом о том, что там будет. Это все можно будет посмотреть на лендинге. Там будет шесть онлайн-встреч. Там будут очень интересные домашние задания. Там будут практические задания. Там будет возможность опубликовать свои труды у нас в блоге. Поэтому, если вы хотите славы и публикации, приходите к нам. И там будут очень интересные вкрапления, мнения экспертов со стороны, которые достигли определенных успехов. И они смогут подсказать, как лучше работать с историями, с текстом. То есть истории – это только один из шести блоков, о котором мы будем говорить. Вот. Ну и в конце вот такая вот цитата. Мы сочиняем ужасы, чтобы помочь себе справиться с реальностью. А я думаю, что мы теперь сочиняем истории, чтобы помочь себе и другим тоже с ней как-то справиться. Поэтому будем очень рады всех видеть на курсе. У меня все.